К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, как реагирует на гнев в свой адрес? Гнев в наш адрес — это грех. Гнев мужа правды Божией не соделывает, по-славянски, то есть не совершает правды Божией. Ни в каком гневе, кроме моего гнева, на грех, мой же, не на чужой, а на мой грех, правды Божией нет. Когда на нас гневаются, мы чаще всего обижаемся, замыкаемся и отвергаем человека. Об этом очень четко сказано в Священном Писании у нашего Божественного Учителя Иисуса Христа. Молитесь за обижающих вас. Любите врагов ваших, сказано рядом, это нам пока недоступно, мы все люди слабые, это уровень святых. А вот рядом сказано, как зайти на первую ступенечку, которая ведет к этому совершенству. Молитесь за обижающих вас. Поэтому самая лучшая реакция, если на вас гневаются, это помолиться за этого человека. Во-первых, это очень сложно, потому что все внутри вскипает. Но вы не пустите грех в свою душу. И выполните поручение апостола Павла, который говорит, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Гнев вашего собеседника не родит гнев или осуждение или обиду в вашей душе. Во-вторых, как это неудивительно, Гнев, когда он убережет вас от этого гнева или раздражения, или осуждения, вот молитва, когда вас от этого убережет, она даст вам почти всегда особые ключи к душе того человека, который на вас сейчас гневается. То есть если человек на вас кричит, допустим, или выговаривает, и чувствует, что вы в ответ к нему настроены со смирением, с любовью, или просто по-доброму хотя бы, чтобы вы не осуждаете в ответ, скорее всего он прекратит гневаться. Меч по винную голову не сечет, как говорится. Если в ответ вы смиряетесь и говорите, «Прости меня, брат», то у вас надежда на то, что вы исцелите брата от гнева, она значительно больше, чем если вы ему все выговорите, поставите его на место и опишите, как правы вы, а не прав он. Вот это, скорее всего, брат не примет. А если вы с любовью попросите прощения, даже если вы не виноваты, и с молитвой, то, скорее всего, это исцелит вашего брата. Вот недавно читал эпизод один про такого старца Никифора Афонского, который однажды утром, выйдя из своей кельи, услышал страшное ругательство грязное, которое на Афоне никто из жителей даже не может себе представить, что будет употреблять в разговоре. Он весь содрогнулся, пошел посмотреть, оказалось, что нанятые в Греции рабочие что-то строят строители, и при этом вот так ругаются. Первое движение у него было гневное. Но он себя остановил, вышел к ним, встал на колени и стал их умолять не ругаться. Детки мои, ну зачем же вы так? Вы, Матерь Божия, оскорбляете. Вы благодать Божию от себя отвергаете. Но вы в таком месте. Ну постарайтесь, пожалуйста, и простите мне, что я вам делаю замечание. И они были настолько поражены его кротостью и безгневием, что они прекратили этот грех. И дальше все свои работы, они уже не позволяли себе материться. То есть молитвенное, доброе, сердечное отношение, оно может скорее изменить вашего собеседника, если он грешит против вас, чем десяток аргументов. Но, конечно, это сложно, потому что у нас все внутри в ответ скипает. Вот с этим надо бороться. Это и есть путь смирения.